Доброе утро! Друзья, на телеканале Кубань24 хорошее утро и хороший завтрак с Дмитрием Нестеревым. И в гостях у нас легендарный золотой бриллиантовый состав группы... Стрелки! Пускаем стрелы, друзья. Привет, девчата! Привет! Но как оно, ваше утро? Я слышал, что ваше утро начинается рано, да? Да. Это правда? Да. Что же, почему же? Почему звезды шоу-бизнеса, суперзвезды двухтысячных встают в 10 утра? Бессонница! Бессонница? Дети! У нас школа! А вы давали уже слушать детям группу ту самую, золотую, платиновую? У нас такой есть эксперимент. Был проведен с одной из песен того времени, нашей. Мы ее переделали совершенно по-другому, и я дала послушать своим детям, которые дали послушать своим друзьям. Друзья дали своим друзьям, и они ждут эту песню. Да, они все подсели. Причем это поколение, ну, я не знаю, от 10 до 15. То есть те, кто вообще, в принципе, не могут к стрелкам как-то относиться. С 97-го года несколько раз менялся состав, да? Нет, просто у нас был балет, и вот с этим, значит, когда у нас появился балет, у нас появилась путаница, потому что мы взяли 4 девочки балета, и вот тогда всем стало казаться, что это вот мы их выдаем там за солисток и так далее. Нет, просто у нас еще продюсеры их снимали на всех мероприятиях и на всех съемках, и в клипах даже они у нас были. Поэтому они наводили путаницу. Почему стрелки? Отвечай! Ну давай, отвечай! Стрелки – это векторное направление, молодежный, молодежный, тогда-то молодежный, молодежный пульт культуры. И к девочкам оно имеет вообще непосредственное отношение. Какое? Стрелки на чулках, стрелки на глазах. Группа «Стрелки» пошла по восходящей к самому Урганту, да? Да. Недавно были. Мы, помимо этого, были на многих передачах, потому что сама новость о том, что группы «Стрелки» после такого прерыва объединились, опять все вместе, это у всех был очень большой интерес, и до сих пор он остается. И мы записываем сейчас новые песни, и у нас как раз скоро выходит клип на новую песню «Адреналин». У вас были раньше афиши, я не знаю, кто их делал. Хочешь, стрелок, звони. Кто это придумал, что это такое, как вы к этому относитесь? Это наш пиар-креативный продюсер. Это у нас было на самом деле вообще. Нам сделали фотосессию, потому что у нас выходил альбом, и продюсеры решили сделать рекламу. Но они подумали, что сами мы не придумаем, какой слоган сделать, а давайте мы обратимся в дорогое, эксклюзивное, креативное рекламное агентство. И вот эксклюзивное, креативное рекламное агентство за безумные деньги придумало этот слоган. Наш телефон разрывался просто под колами, приколами. Нет, и концерты, кстати, увеличились. Что принесла сцена за период бесстрелочного периода, за бесстрельный период? У меня есть много наград, но это связано с... Именно потому что я ездила очень много в Чечню и поддерживала на протяжении 10 лет ребят, которые там служат. Ох ты, браво. И у меня, знаете, в 23 февраля меня поздравляют мужчины и говорят тому, чья вся грудь в орденах. У меня реально, если вы так надеете, все награды, у меня вся грудь в орденах. Это достойно уважения. Сколько времени вы уже сейчас снова золотым составом собрались, сколько вы работаете? За два с половиной года. За два с половиной года сколько вышло новых песен? И какие планы дальше? Клипы, песни, концерты. У нас в этом году 20 лет, собственно, коллективу. Да, сейчас у нас... Не стоит отметить. Начинается юбилейный тур, например. Мы хотим сказать вот такую вещь, что мы на Кубани с момента нашего возвращения еще не были. У вас есть план? Вот премьера. Сейчас грянет адреналинчик и под адреналином вы поедете с концертом. Нет, у нас идут переговоры по именно Краснодару и Краснодарскому краю. Поэтому я думаю, что в ближайшее будущее мы там появимся. Сейчас мы увидим такие премьеру от группы Стрелок. Песня... Ты мой адреналин, 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 ты мне необходим, необходим, необходим. Давайте, раз уж мы готовы, тогда давайте споем песню о Кубани. Тихонечко шансончик такой легкий, бархатный. Каким ты был, таким ты и остался, орел степной, казак лихой. Зачем, зачем ты снова повстречался, зачем нарушил мой покой? Роман Анатольевич. Браво, браво! Группа Стрелки. Я случайно, совершенно случайно выяснил, что у вас муж-то оказывается кубанский. Кубанский казак. Как это произошло? Как вы познакомились? Ой, это такая история. Все так и было. Я шла в море. Смотрю, стоит молодой человек, очень симпатичный. И он подумал, что я не русская. И спросил меня по-английски с его... Кубанским акцентом. А я прикинула, что я... Если человек думает... Нет, он думал, что я итальянка. А, не хотела портить впечатление, я так понимаю. Нет, ну потому что я была смуглая, у меня были вот такие вот волосы. И у меня и такие формы итальянские. Молодец! Правильно. Вот, и поэтому, наверное, вот так вот и подумал. Ну, многие так думают. Ну, не важно. И все, и как-то мы так слово за слово. Любовь с первого взгляда. I am from Russia. Вот у этих мужчин, у них есть вот реально в крови, вот то ли они вот на лошадях, там, не знаю, что они там, вот это, кубань, эти казаки, шашки, какая-то вот, вот эта горячая кровь. У меня для вас Блиц. Итак, первый вопрос Блиц. Могли бы вы простить измену? Да. Так, легко? Нет, не легко. Да. Хорошо, так, принимается. Как-то зависит от обстоятельств. Смотри, кто кому изменяет. Это очень хороший ответ. Раньше да, сейчас нет. Прекрасно. А характеризуйте, пожалуйста, себя каждое одним словом. Позитив. Так. Конструктив. Копатель. Неожиданно. Браво, девчата. Почему копатель? Почему копатель, правда? Потому что я ищу правду. Ваш девиз по жизни. Господи, боже. Все будет, главное маневры. Девиз, вообще нет девиза никакого. Просто копаем. Работайте. Друзья, это была группа Стрелки. Золотой состав. Друзья, с вами был Дмитрий Нестеров. И хороший завтрак. Встретимся с вами скоро на Кубань-24. Любите друг друга. Рубах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова